Декрет номер 18 Депутаты Гомельского областного совета ознайомились с засобливостями реализации декрета номер 18 в Светлогорском районе. В рамках визита они наведали широкие объектов, что задеяничены в межведомственном механизме повертания семьи с небеспечного становища до нормального життя. Подробности в сюжете Евгений Кухаронак. Сегодня в Светлогорском районе проживает 311 детей, семьи которых признаны социально небеспечными. Все силы и сродки затекавленных службам и ведомствам зараз накированы на работу с батьками. В некоторых случаях детям приходится ждать в часовом притулке, пока дорослые станут на шлях выправления. В Светлогорском районном социально-педагогическом центре на то, чтобы вырешить тимогчима выхованца притулку вернуть в семью, або дитя мая потребует в державной обороне, есть по угоду. В опошнем выпадку говорится идея о позбавлении батьковских правов. 50% таких ситуаций в Светлогорском районе выращается на корысть объединения семьи. Если говорить о цифрах, то, скажем, на сегодняшний день у нас в приюте прошли реабилитацию 35 несовершеннолетних по разным причинам. Две основные причины признания, что семья находится в социально небеспечном становище – злоуживание спиртными напоями и неналежное выконание батьковских обовязков, беспрацовье, антисанитария и небеспечные умовы проживания. Залежным от алкоголя допомагают в медустановах. Дебоширы трапляют у лечебно-працовной профилакторой. Сегодня в Светлогорской спецустанове находится 1850 человек. 99 из них – обовязанные особы, которые что месяц повинны компенсовать расходы на утромание уластных детей. Есть такие, працованные и на других предприятиях Светлогорска. До приклада на целлюлозно-кордонном комбинате сейчас у Латкована 11 человек в стане обовязанных. Три женщины спробуются одновить свои батьковские правы. Предприятие их поддерживает и допомогает, предлагая додатковую работу типа в совместительстве. Усего на Гомельщине 2,5 тысячи обовязанных. У большинства есть криминальное минулое и нежадание выправлять ситуацию, вернуться в семью. Каждый год мы по 30 обязанных лиц восстанавливаем в родительских правах. По 30. За этот период 19. И сейчас намного труднее. Есть батьки, которые не только своих детей выховывают. Татьяна и Вадим Жарликовы 10-й год живут с широко открытыми дверами для тех, кому не довелось вернуться в биологичную семью. У профессийных батьков двое уластных детей и уже двое унуков. На выховании зараз 10 хлопчиков и девочинок, а так само есть 5 выпускников. Кожным у семьи гонорация без подделу на своих и чужих. Разумеют свою роль у життя ребят, яких не просто лез привел в этот дом. Количество детей, проживающих в благополучных семьях, в районе уменьшается. У регионе в уголе такая же статистика. Только селеда 870 батьков пройшли курс лечения от алкоголизма. Больше тысячи – процел от Кавана. Державную адресную допомогу и гуманитарную отримали свыше тысячи семей. Дякуючу межведомостному подыходу и профилактичной работе с батьками, 249 детей, які отрапили под державную оборону, вернулись в свои семьи. Созданная система, она работает. Конечно, она требует небольшой шлифовки в своей эффективности. Но я вижу, что работа нашими людьми делается. Евгения Кухаруна, Кігар Марышченко, телерадио «Компания Гомель» со Светлогорского района. Год Малой Радзимы – як истотный стимул во умоцаванні позитивного имиджу мясцовых территорий. Гэтую тему обмярковывали у Брагиня. Своим вопытом и думками поделились керавники идеологичной вертикали, громадских организаций, а так само сродков массовой информации. Какие были расставлены акценты у Год Малой Радзимы, какие планы ставить на будущее, доведался Дмитрий Котов. Гэтый год, саправдой, стал годом обновления и доброго парадкования. Хоть эта тема и ранее не заставалась поза увагой. По шарзе приведены у полный парадок Жлобин, Рогачев, Будакашалева, Ельск, Ветка и Житковичи. Все лето новое обличие отримал Брагин. Тут реконструированные аутостанции и Дом культуры, а спортивная школа и школа мастерства на Рэштина были постоянные места прописки. Однако допомогой областных уладов справа не обмяжуется. Мясовые же хоры так само ожадают примать непосредный удел у развития своей малой родимы. С минулого года в Брагинском районе денежный совет по устойливым развитиям. В его составе старшины сельских советов, предприимальники, представники некоммерциных структур. Агольными намаганиями я наимкнутся празд разностайные инициативы заработать свой край еще больше пригожим и утульным. Люди с удовольствием включаются и делают это для того, чтобы развивать нашу малую родину. Потому что мы хотим сделать наш район уникальным, привлекательным. Мы хотим, чтобы в наш район ездили туристы. И самое главное, чтобы в наш район возвращалась молодежь. И понимали о том, что своя территория, своя малая родина очень дорого. И, наверное, нигде мы не будем так себя хорошо чувствовать, как в своей малой родине. На своей малой родине. Один из важных накерунков у работе идеологов в области – взаимодействие с молодежными организациями. Важно не только привести у парада к территории, а не и заховать зробленное. Отказность за это на молодым поколении. Наша молодежь при благоустройстве территории, при покраске скамеек, клавочек, они придают этому еще большее значение, потому что они благоустраивают в первую очередь свою малую родину, наш населенный пункт, Лельчицкий район в целом. Угод малой родимой работа по добропорадковании на Гомельшине узмацнилась. Проведено 2300 субботников. На 600 больше, чем летать. Шастей стали проходить святый вёсок. Селитаях отбылось Амаль-350. Это так само вельми важно для умоцования позитивного имиджа мясцовых территорий. Сегодня практически в каждом районе есть свой фестиваль, знакомитый далеко по замежам в области. Однако не обходно, чтобы в перспективе любой город имел уластный имиджевый проект. Именно витя тому корыстные такие встречи. Обмен опытом и думками позволяет запозычить нечто интересное для працы на своей территории. Нам действительно есть чем поделиться. В Гомельшской области накоплен серьезный опыт по развитию территорий. Очень приятно, что сами граждане проявляют инициативу по благоустройству и наведению порядка на своей малой родине. И во многом благодаря средствам массовой информации не только местные жители, но и наши соотечественники, проживающие за рубежом, услышали этот призыв и вернулись на свою малую родину, чтобы внести свою лепту в её развитие. Год малой родины протягнется до 2020 года у Клюшна. Еще шмат треба зарабить. Добрый, коли каждый будет память об отказности за парадок вокруг своего дома. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Брагина. Сегодня у «Гомеля» ушановывали переможцев областного этапа республиканской выставы конкурсу декоративно-прикладной творчасти навученцев «Калядная зорка». Лепших выбирали у 12 номинациях – «Новогодняя елка», «Новогодний персонаж», «Сувенир подарунок», «Калядная композиция», «Зима у Беларуси» и других. На конкурс были досланы каля 500 работ. Як отзначили члены журы, узровень их выконания с кожным годом расте. А тому обрать самое яркое и прыгожее не так просто. Увы, неку сенья на сцену выходили больше, как 150 навученцев и наставников, які стали переможцами и призерами. Конкурс, как и многие другие мероприятия, посвящены году Малой Родины. И традиционные техники, вытянанки, ткачества и так далее, ребят все больше и больше заинтересовывают. Яши одной знаковой падеей стал старт республиканской доброчинной акции «Наши дети», якая распочнется по всей краине 10-го снежня. На протягу некольких тыдня во всех регионах пройдут святочные мероприемствы. Самая великая по своим масштабе у Гомелли запланована на конец месяца у державным цирку зуделом керавництва в области. За допомогой у працу Латкованни у постоянно дзеючая комиссии по саденниче незанятости, что день звертаются десятки человек. Нагадаем, с першого снежня белорусы могут проверить, те не включили их у базу дадзиных незанятых у экономицы насельництва. Марина Джалая побывала у комиссии Гомельского райвы Конкамы и поглядела, как специалисты працуют по новых правилах. С першого снежня у территориальную комиссию Гомельского райвы Конкамы звернулася больше за полсотню человек. Большая частка с просьбой об допомоге знасти працу. С такой же мэтой люди приходят до специалистов постоянной дзеючей комиссии, клиенты сами выезжают у сельсоветы. Их на территории района больше их два десятки. Объехать треба кожны. Каб допомогать сельчанам, як маха худше працу Латковаца, специалисты на такие сустречи запрашают представников предприемства. Когда человек обращается, мы тут же предлагаем представителю организации трудоустраиваться. И сейчас можно с уверенностью сказать, что процентов 20 обратившихся к нам мы трудоустраиваем сразу. Часть людей, естественно, у нас просто обращается за какой-то консультацией. Мы им это объясняем, разъясняем. Поэтому, в принципе, люди находят взаимопонимание вот здесь и с удовольствием приходят к нам на заседание. То есть, получается, что люди, вот вы сказали, обращаются не только с этим вопросом трудоустройства. Они пользуются возможностью, что большое количество специалистов приезжает к ним в сельсовет, и они могут решить и другие все свои накопившиеся вопросы, с которыми они не в состоянии приехать в силу отсутствия, как вы говорили, финансовых средств, либо времени. Да, все правильно. Именно так, потому что они приедут, мы им разъясняем, как можно устроить трудоустройство. Мы им и разъясняем, если у него нет возможности этой сейчас, как можно получить образование дополнительное за счет Центра социальной защиты. Мы разъясняем, как можно получить суду для открытия своего дела. Люди, получая эту информацию, потом уже непосредственно начинают работать так, как им дальше хочется. Как раз с вашими специалистами сейчас поговорим и узнаем, приходят ли люди, может быть, сегодня кто-то был, ну и с какими конкретно вопросами. Ежедневно к нам приходят люди за консультацией. Вот на сегодняшний день пришел гражданин из поселка Юбилейного, принес нам пакет документов. Мы, значит, просмотрели. Да, он входит в базу на основании документов, что он у нас работает. Мы его с этой базой исключим. За весь период к нам обратилось более 50 человек. Из них человек 35 – это по вопросу трудоустройства, остальные по вопросу консультации, методической какой-то помощи. Приходят люди для того, чтобы узнать, как можно получить субсидию от нас, от управления для открытия ИП. Мы всех встречаем, всем рассказываем. И на сегодняшний день работа проведена и с сельскими советами, у всех есть информация, значит, по третьему декрету. И на сайте Гомельского располкома. Поэтому, я думаю, у нас больших проблем с этим не будет. Нагадаем, проверить тенитрапию человеку базу датиных, незанятых у экономицы, можно на одном портале электронных послуг. Но с початку необходимо отримать ключ электронного личного подписа або логин и пароль в службе «Одно окно» по месту жихарства. Информацию можно отримать и иншим способом. Например, завернуться в постоянной девичью комиссию по осаденничею незанятости насильства по месту регистрации. Туда можно потелефоновать, накеровать письмо-вызворот, у темлику на адрес электронной почты. Марина Джалы, Андрей Иванов, телеродую компанию «Гомель». По друченні старшине Аблова Конкама у Владимира Дворника администрации усіх районов Гомеля повинны распрацовать комплексные планы по озелененню города. При этом перша черговая увага будет звернута на новые микрорайоны и зоны отпочинку. На протягу наступного года плануется высадить некольки тысяч древов. Причем, разом со специализованными предприемствами этой работой займутся так само жихары областного центра. Якими новыми насадженнями упрюхожать «Гомель» доведаўся Олег Синцерову. Негде сказать, что «Гомель» не заявляецца зеленым городом. Але правда и тое, что ў розных районах ситуация можа вельнозначно адрознивацца. Кали ў центры посаджаны целые парки, то ў некоторых новых микрорайонах добра, кали ў бачиш некакі десятков древов. При гэтым ўкаталече ёс часто не самасприяльны. Посаджаная ў неподрактованую глебу, саджанцы часто не могут вытарнаць ни высоких ледях, ни низких димовок температур. По гэтай причине, з наступного года перевага будзе давацца так званым буйномерам, древам, ба узросят пяти гадоў. Неде два гады таму державное предприемство «Червоный гвоздік» набуло таке древы ў лесгасах. Сгодно с доследованнями супрацовніку Минского ботаничного сада самыми устойливыми до горцких умов заявляецца клёны. Их так само высадзіць ў гомеле, але толькі гэтым лідам не обмяжуюцца. Напрыскат, ліпы вядумыя тым, што их кроном можна надаваць любой выглід – трохугольный, квадратный, шаропадобный. Гэта зробець горцкий пейзаж па своўму непаторным. При гэтым карані ўсіх древ, які знаходзіцца на предприемстве, разом з зямлёю упаковалю спецаўныя сеткі. Гэта дазволець не пашходзіць их при перевозце і знашно павысіць выжаваамыць. Корні ў нас запакованы в мешковину. И спецаўна сетка, каторая дежаўт ком земли. Там порядка одного квадратного метра, то есть это куб земли где-то. Здесь очень больші комы, по метр сорок сеткі. Сетку можно в любое время взять, повезти на новое место, посадзіць. Она более будет приживацца, дерево в любом месте приживётся. До озеленения гомеля плануюцца притягнуць насенецтва от студентов до работников предприемств, територіў яких могут ўприходзіць звычныя для многих туи с каштанами, типакой экзотичныя филифера. Выбор рослин для озеленения гомеля сегодня тембошь значны, что в пошній час до их выросшывання почали долучаться предприемства лесной господарки. Уреческим досвідным лязгасе отповедный питомник створиде два годы тому. И ўже ў гэтым годі представили свою продукцию на международной выставе «Весна у Гомеле». Пакой основные покупники – приватные особы, але тут готовы супрацовничыць із дзержавными організаціями. Сёдня до реанізація ўже уготовая каля 500 древ. Часка з их выросшываецца в спецайных сумках, што дозволяе заховаць корнявую систэму. У наступном годі гэтую технологію паунуецца распасюдзіць на увесь буйногабарытный асортамент. Із хвойных у нас туи в асортаменте кипарисовики, можжевельники. Бархат амурскі, пузыреплодник. То есть ценовий диапазон градирується по высоті у нас, а не стоимость приемлемая, считаю, как для населения, так і для організацій. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадио компанія «Гомель». Більш як 1200 кермашів і вістау-продажу організуюць наперед одні калядних і новогодніх святів у Гомельській в області. Кермаши почнуць роботу з 15-го снежня. Організації гандлів подріхтували необхідний запас товарів для безперобойного продажу. До прикладу, у розничной сеці реалізуюць до 35 найменніх кондитерських новогодніх подарунків айчинной витворчасті. Заказы на новогодні кулинарні і кондитерські выраби приймаюць організації громадських охарчавання. Рыжим роботы гандлівых центров, магазинов, кафе, ресторанов, об'єктів бытового обслуговування у гэтая дні планується падовжить. А крім'я таго, з 21-го снежні у регіоні разгорнуться більш як 200 елочных кермашоў. Планується реалізоваць не менш як 14 тисяч новогодніх прыгажунь. Іх кошту залежності ад вишіні складі ад 8 до 14 рублів. Натуральні адрэвы у катках будуть каштаваць ад 25 рублів. У гомілі узнагародзі лі перамошцца ў міжнароднага дзятячага конкурсу «Музыка надзеї», які на працягу тыня проходзіў ў каледжі мастацтваў і м'яса Калоўскага. Всьо летотворчы форум праводзіўся ў 16-ты разы, сабраў більш як 100 юных музыкантаў з Беларусі, Расіі і Україны. Яны спаборнічалі ў ігры на драуляных і медных духовых, а так само ударных інструментах ў дзвюх узроставых групах. Для конкурсантаў гэтае творчые спаборніцтва – шанс для реалізаціі талінту, а для журы макчымасць адкрыць новае імёны. Гранбры конкурсу за ігру на кларнэці атрымаў менчанін Мацвей Мецькавец. А лепшыму ігры на трубе став Іван Майсеня в учынь гімназіў каледжа при Беларускай дзержавной акадэміі музыкі. Быліся род лауратов і гамельчані. 15-гадовая флейтістка Алиса Васкобойнікова уже становілася пераможцей міжнародных конкурсов, а зараз заняла другое місце. Занімаюся в п'ятій школі города Гомеля з шести лет. Самый сложный, на мой взгляд, был концерт-поп. Я его, ну, мне кажется, дольше всех учила. Ну, в конечном итоге я его сыграла очень хорошо. Неожиданно. Мы к этому долго шли. И вот, наконец-то. Пераможцы отримали гоноровые дипломы и прэмі специального фонду президента Республіки Беларусь по патрымце таліновітай молоді. Особно адзначылі выкладчыкаў конкурсантаў і концентмайстыраў. Лаураты конкурсу прынялі ў делу за ключным гала-концерті. У Беларусі стартовала республіканская акція «Бязпечны Новы Год». На протягу месяца супрацовнікі МНС будуть нагадывать децям і дорослым аб небязпецы, яку ўня суть лёд, пиротэхніка, электроабсталяванні і печы. У Гомілі «Бязпечны Новы Год» распачаўся ў середній школі номар 9. Увагу школьнікаў звернули на лядовую небязпеку. Паслята еретычнага инструктажу с супрацовніками МНС і Асвода веды замацавалі на практицы. Пачас эстафеты школьнікі адпрацавалі паслядаўнасть дзейняў праэказанні да памогі чалавеку, які проваліўся пад лёд. Удзельнікі вытягували потярпелага зымпровизованной палонки. Пасля оказывали ўаму першу медицинскую допомогу. Пирамога досталася більш спрытным. Подобные эстафеты пройдуть во всіх установах аддукації Гомельской области. Особое внимание должно уделяться несовершеннолетнім, которые в силу своего возраста и невозможность оценить степень риска, которые себя подвергают, не допускать их выхода на лёд. А для этого нужно постоянно, неустанно разъяснять, может, и не один раз детям о том, что выход на лёд опасен. Самое главное – не только теоретически научить ребёнка, но и ещё практически с ними отработать основные правила. Вот как сегодня мы отрабатываем правила поведения, если ребёнок провалился под лёд. Что ему делать? Только через практику мы сможем научить детей про правильному, безопасному поведению на льду. Гэта и атак самая иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.cvrgomil.bivay На гэтым выпуск завершены. Добрых вам выходных дён и до новых сустречу эфиры. ДОСМИСТВЕННАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Сёмкин